Значит, и вы внимательно, да хоть сегодня, потому что они у вас с собой готовы по всем самым острым вопросам и тем, которые вы только что задали. Валентина Михайловна, вот, ваше предложение, хорошо? Товарищ Виноградов, говорите! У меня последнее предложение, может быть, примеряющие стороны. Если у нас переходный период целый год, давайте на этот год сохраним хотя бы депутатов. Местное самоуправление на руках в СССР. Минуточку, не надо так говорить. Я вам могу сказать, что... Время ваше уже, давайте. Хорошо, но тем не менее, если вы считаете, что местное самоуправление никакого значения не имеет, ну, извините, тогда вы имеете то, что вы имеете. Мы его и уничтожаем. Мы то, что у нас будет один депутат, это вылавляет. Спасибо, спасибо. Я вижу жителя Вал appliщака. Пардивaze! Давайте предоставим, вот, я вижу, жителя Вал appliщаката. Предоставляю слово. Нет Виноградову дайте зло. Мы так же не можем. Привет! Нет! Вы ваше! Вы ваше! Уважать надо, какое мнение? Он был принят без учета того, что жители высказали за сохранение парка. Наши дома находятся в достаточно ограниченном пространстве, вокруг которого находятся дачные участки. У нас нет возможности нормально гулять. У нас сейчас, вы видели, что творится, там санитарная чистка леса была и так далее. У нас нет возможности нормально отдыхать, если у нас вокруг есть дачные участки, которые вышли на природу. У нас нет такой возможности. Мы в апреле месяце созывали митинг наших жителей. Да, жители вышли, подписались, что они за сохранение парка. И мы очень просим все-таки соблюдать принятые решения. Господин Леонид Сергеевич, мы с вами встречались на созидании Совета депутатов, где было принято решение за сохранение парка. Документы были отправлены. Да, да, совершенно верно. Для этого нужно вступить в программу, правильно, чтобы его развивать? Да, я хотела спросить. Я хотела спросить. Вступили бы мы в программу восстановления военных городков, это раз. А вторая, я хотела бы заявить, что мы хотели бы войти в программу ременовации жилья. У нас стоят крючевки. И на основании этого в программах ременовации жилья строить дома, один построили, второй снесли, переселив людей. Абсолютно верно. И этим решается вопрос переселения нуждающихся людей. Но в планах, в генеральном плане обозначено, что парк наш хотят ликвидировать. Там стоит зона застройки. И мы обращались уже неоднократно, не только к вам, не только к господину Валу, обращаясь, он приезжал к нам, чтобы у нас сохранился наш парк. Мы очень на этом надеемся. Спасибо вам за конструктивность. Время сжираем. Значит, по жилью, абсолютно то, что я и говорил, без этого невозможно просто развитие. Второе, по парку. В Московской области сейчас существует программа Московской области парки Подмосковья. На сегодняшний день в Щелковском районе три парка, Монина, Щелково и Фрянова, вступили в эту программу. Но для того, чтобы вступить в программу парки Подмосковья и их развивать, и строить аллею героев в парке, уважаемый ветеран, для этого нужно быть в программе. Но для программы нужно софинансирование из бюджета поселения. А у вас денег нет, нету их, нету их. Поэтому мы, мы, у вас 22 миллиона дефицит, и 70 миллионов у Луба долг, который ляжет прямым образом в долги этого поселения. То есть банкроты будут, да? И поэтому сегодня то, что вы говорите, абсолютно, абсолютно правильные вещи говорите. Потому что мы на сегодняшний день все документы на 70 с лишним миллионов подали в правительство Московской области вступление в программу бывших военных городков. И пусть Ростислав Григорьевич здесь не лукавит, потому что он не знает этого наверняка. Значит, по реконструкции котельной на 70 миллионов все документы подали, да? Значит, но мы сейчас ждем, да, это самое то, того, потому что мы не можем, вот в нынешней системе бюджетного финансирования поселения, двухуровневой системы, и вот бюджетного кодекса, мы не можем вступить в парки Подмосковья. Ну и мы не можем, нельзя, это противозаконно. Нам никто не выделит этих денег, поэтому понимаете, да? Поэтому жители должны это понимать, что для того, чтобы что-то продвигать, да, нужно, да, для этого нужно финансирование. Спасибо.